В эфире ОТС ежедневная программа «Спортобзор» в студии Кристина Лата. Здравствуйте! В эфире ОТС ежедневная программа «Спортобзор» в студии Кристина Лата. Команды Илья Казаченков и Дмитрий Лызик тоже затерялись на площадке. Так Дмитрий три раза подряд не сумел забить первым темпом, после чего отправился в зону запасных. Плюс хозяевам удалось полностью выбить новосибирцев из приема. Отсюда и такой неутешительный результат 25-20, 25-21 и 25-23. И сухая победа «Зенита». Подача, можно сказать, ничего не сработало. «Зенит» принимал отлично всю игру. У них съем на высоте. У нас съема в основном, в первую очередь, не было. А потом и неразберихи часто были в доигровке. Скажем так, что не может быть наша худшая игра в плей-оффе. Честно говоря. И, наверное, одна из лучших «Зенита». Так что контраст реален на то, что две команды показали на площадке. Счет в серии за бронзовой медали стал равным. А это значит, в Новосибирске пройдет два матча. Команды сыграют на «Локомотиво-арене» 8 и 10 мая. Футбольный клуб «Новосибирск» готовится взять реванш у омского «Иртыша» за обидное поражение месяц назад. Матч в ближайшее воскресенье на выезде. Встречи с географическими соседями новосибирцы откроют второй этап первенства, в котором шесть сильнейших команд группы сыграют по одному матчу друг с другом для определения победителя. Руководить коллективом в этих встречах будет Михаил Белов. Он накануне сменил на посту главного тренера Дениса Бояринцева. На одной из первых тренировок под управлением нового рулевого побывал мой коллега Михаил Якимов. Игровые упражнения, отработка стандартов и разбор некоторых моментов, на которые стоит обратить внимание в предстоящей игре. Обычная тренировка футбольного клуба «Новосибирск» во время недельного цикла подготовки. Необычно только фигура главного тренера. Буквально несколько дней назад Михаил Белов руководил процессом в связке с Денисом Бояринцевым. В качестве его помощника. Теперь он главный. 3 мая спортивной новостью номер один в регионе стал уход Бояринцева из клуба. Для всех, для административных игроков, да, это изменение достаточно неожиданное. Но это жизнь. Денис Константинович принял такое решение. Мы его уважаем. И поэтому еще раз относимся к этому с пониманием. Что касается каких-то глобальных перемен именно в плане тактики игры, рисунка игры, ничего не поменяется, потому что мы с ним вместе и работали. То, над чем работали в предыдущие месяцы, будут только совершенствовать. Можно с уверенностью отметить, что с приходом нового тренерского штаба игра стала интереснее, а атаки команды острее. Плюс стали лучше проявлять себя молодые игроки. Например, воспитанник клуба Никита Загороднев. Будучи игроком ротации, в пяти матчах весны он забил два мяча. Прямо доволен был бы, если играл бы постоянно в основном составе. В принципе, хочется максимум уже мать из всего. В принципе, как и любой футболист, который выходит на замену, хочет прогрессировать, играть в основе. На втором этапе чемпионата всем игрокам нужно будет выжимать максимум из своих возможностей. Впереди пять игр с командами из верхней части таблицы. Необходимо закрепиться в пятерке в связи с предстоящей возможной реформой второй лиги. Она станет больше похожа на первую. И появится дополнительная лига с делением клубов по региональному принципу. В ней окажутся все клубы ниже пятого места. У игроков Новосибирска напряженная концовка сезона вызывает только позитивные эмоции. Играть с сильными соперниками интереснее. Хотелось бы сыграть с Амкаром, потому что с ними я еще не играл. Хотел бы посмотреть, что это за команда. Поэтому ждем все матчи. Ну и плюс хотели сейчас съедем в Омск взять реванш, потому что у нас есть перед ними должок. Игра в Омске с Ртышом уже в воскресенье 7 мая. А вот с Амкаром следующая домашняя. На стадионе «Спартак» 14 числа. Вслед за чемпионатом России по плаванию новосибирские спортсмены выступили на Кубке. Стартовый этап турнира прошел в Южно-Сахалинске, впервые так далеко на востоке страны. И доехали туда не все. Новосибирскую область представляли всего четыре девушки. Арина Суркова, Анастасия Дуплинская, Анита Грещенко и Виталина Симонова. Зато им удалось собрать большой урожай наград. Суркова подтвердила свой класс и выиграла 50-метровки, кролем и батерфляем. Обошлось без рекордов, но оно и понятно. Резкая смена часовых поясов и насыщенный соревновательный график. Три золота на счету у Анастасии Дуплинской. Она стала лучшей на дистанциях 50, 100 и 200 метров на спине. Два серебра у Симоновой. Серебро и бронзу выиграла Грещенко. В сумме новосибирские плавчихи взяли 9 медалей. Выступят представители классического олимпийского плавания и на чемпионате страны по подводному спорту. Четверо спортсменов Анита Грещенко, Даниил Марков, Арсений Десятов и Александр Боровцов усилят сборную региона по плаванию в ластах. Турнир стартует сегодня в Санкт-Петербурге. На этом выпуск завершен. В студии работала Кристина Лата. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова